Короче, ребята, привет! Это видео будет про книжные полки. По-моему, вы все этого хотели и прямо-таки просили и просили. Дело в том, что мне очень нужно разобрать, да, страшный бардак на этом стеллаже, который копился здесь, наверное, с... Если мне не изменяет память, с Нового года, потому что перед Новым годом я наводила здесь порядок, и всё было довольно мило. Там висит плакат с картинкой граф. Я не знаю, смотрит ли она мои видео, но вдруг она их смотрит. Вот, короче, сегодня я буду заниматься тем, что я разберу книжки на этом стеллаже, сначала сложив их на диван, который стоит здесь рядом, а после этого перетащу его в другую сторону комнаты, потому что я сделала перестановку, и разложу все эти книжки на нём чуть иначе. Дело в том, что здесь есть очень разные вещи, здесь стоят как мои личные книги, сейчас, фокус, наводись, так и книги, которые я брала в библиотеке, в моей, где я работаю, и в библиотеке, где я... колледже, где я учусь. Вот, ещё тут стоят всякие баночки, кристаллы, подарки, стаканчик из Икеи, который я использовала под ручки, и лежат мои тетрадки. Вот лежат документы ведения, например. И сибирский шаминизм. Моя камера всё ещё не хочет нормально ловить меня, и сегодня, видимо, слишком светло, поэтому она... Кот проскакал. Поэтому она каждую картинку превращает в что-то жутко засвеченное. Вот. У меня сегодня bad hair day, как обычно говорят наши друзья американцы, и волосы просто во все стороны. Тем более, что я надела домашнюю толстовку, потому что мне хочется проветрить дом, и здесь очень холодно из-за этого, потому что на улице такая прекрасная, замечательная, солнечная, но прохладная весна. Выгляжу я так себе, как человек, который до пяти часов утра читал книжку, а потом спал до двенадцати и проснулся в довольно разбитом состоянии. Сейчас я сфотографирую это безобразие себе для протокола, чтобы запостить в Твиттер. Кстати, да, я завела себе отдельный книжный Твиттер, на него можно подписаться внизу. И после этого я покажу вам, что есть на этих полках. Правда, часть книг я уже успела перенести на пол. Посмотрим, какая там будет стопочка. Тоже сойдёт как контент. Я очень редко допускаю людей вообще, в принципе, в своё жилище, потому что я не очень аккуратный человек, и соблюдаю порядок ровно до тех пор, пока мне комфортно его соблюдают. Поэтому красивая комната из каталога Икеи, это вообще, короче, не про меня. Вот. И я стараюсь это всё не показывать. Но вот сейчас я показываю, потому что мне уже просто стыдно. Новый год, отпуск, я куда-то умотала, сессия, потом внезапный карантин за два дня до конца сессии перед зачётом. Идеально. Вот это вот всё, и я такая, типа, ммм, здрасте, наконец-то, дорогой стеллаж, мы с тобой встретились. Что, дорогой стеллаж, мы с тобой встретились, и что можно видеть здесь? Здесь лежит посылка, которую я не могу распаковать с Нового года, это вообще замечательно. Здесь лежит мой скетчбук. Он со сносмобриком, я покупала его в Хельсинки, и он уедет куда-нибудь. Здесь стоит злоречие, которое я хочу ещё полистать. Здесь уже в бумажном виде, здесь стоит король шрамов, здесь стоят две новые книжки о Саяну, какой-то ром-фант, базар гоблинов, потому что я его периодически перечитываю. Да. Самая основная библиотека находится в другой комнате, а этот стеллаж находится в комнате, где я обычно сплю, поэтому книги, которые здесь, это то, что я, типа, читаю, начала читать, хочу прочитать, чтобы не забыть, а потом-то всё превращается в хаос. Здесь стоит несколько нон-фикшн-книжуль и «Сквои зеркала», которые я хотела читать в бесячем марафоне. Это девушка, которая пила лунный свет, которую мне подарила Надя. «Русский бал» — это из работы «Практическая магия» Папиуса, тоже стащенная с работы. «Мифология британских островов» оттуда же. «Капота», «Сказки». Хотела я делать подборку про скандинавские мифы. А дневник путешественника мне подарила моя коллега на день рождения. Очень эпически после этого я попала в «Четыре страны». Вообще круто. «Ром Фант», этот кабал, которого я всё никак не дочитаю, потому что мне не нравится, и полкнижа. «Опять рабочие книжки». Очень крутой сборник, «Убитчарскую». Я уже его почти прочитала. Там есть прям классные статьи, нужно будет вам про них рассказать. «Волчья луна», которую я собираюсь читать. «Фаворитка темного короля». «Подаренные мне свечки». Там тоже всякий «Нонфиг» и «Фиг» и всё остальное. «Букшем» он лежит. «Валенте» это тоже с работы. Оттуда же «Данте». Оттуда же «Оккультизм и магия» с «Козлом». Это не «Козёл», это «Осёл на обложке». Это дикоржачная книжка. И я сейчас её долистаю и верну к своей коллеге. Мы очень с ней смеялись, когда мы это... Ай! Ай! В общем, мы очень смеялись, когда это нашли. Там вон видно книжку Юры Силча. Там видно комиксы. Там видно Набокова. Там видно Мар. Мар. Короче, тут видно, что книжки у меня стоят с декабря месяца. Тоже интересная полка, потому что здесь стоят всякие косметические штуки, баночки со всякими странными вещами и кристаллы. И лежит лапа ворона. Не спрашивайте, зачем мне это. В общем, очень весело. Тут частично стоят книги, которые я забрала у друзей, когда мы менялись. Здесь подаренные книжки. Опять же, книжки из библиотеки. Вот лежит мой учебник по документоведению. Это из колледжа. И лежит моя тетрадка с лекциями, и на ней лежат стикеры. Вот. И ниже совсем-совсем бардак. Тут все еще лежат мои тетрадки из колледжа. Лежит чехол книжный. Он очень классный и удобный, но на него сломалась вот эта вот фигня. Вот. Но я думаю, что я починю. Я таскаю в нем планшет или книжку. И вообще мне сейчас все это нужно будет разобрать. А, да. Однажды вымененный на книгообмене Томик Тургенева. Восьмой. Сейчас я покажу даже, что в нем есть. Самое внезапное, что он не в восьми томах, как по канону нужна в двенадцати. Он 1919 года. Это было очень мило. Он у меня хранится просто как старая книжка. Но на самом деле место ему не здесь. Место ему в другой комнате. А здесь он лежит, потому что мне он был нужен для какого-то фотосета или чтобы какие-то книжечки отснять, что-то в этом духе. Вон там стоит De Castel. Целая сопочка, которую я перенесла уже со стеллажа. И сейчас я буду ставить туда все остальные книги. А потом вот сюда я поставлю сам стеллаж. И у меня наконец-таки будет нормальное место, чтобы снимать видосы, сидя за столом на стуле, как белый человек. Я нашла Анны Тьму. Давай, фокусируйся, 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 дорогой, давай. Давай, давай, дорогой. Моя камера очень не хочет сфокусироваться, поэтому пришел сделать это руками. Это такое дико всратое фэнтези. Вы не поверите. Но у меня каким-то образом здесь появилась вторая часть. Я не помню, честно говоря, каким. Вполне возможно, что я прочитала первую, когда я жила в Астрахани. После этого я приехала учиться в Питер. И увидела, что вышла вторая, купила ее здесь, с воплем типа «Ура! Вышла вторая часть моей любимой развлекухи!». Но я ее так и не дочитала. И теперь не знаю, честно говоря, буду ли я ее читать. Есть у меня соблазн поваляться с ней пару часов, понять, что мне это уже нафиг не нужно. И спокойно оставить где-нибудь на книгообмене. «Ура! Ура! 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 Ура!» Это все книги, которые были на стеллаже. Там осталась только коробка, в которой лежат всякие мелочи. Мой старый ноутбук и две большие тетрадки. Я сейчас это все переложу, куда оно должно быть переложено. Протру полки. И начну ставить это все вот здесь. То есть камеру я перенесу. И посмотрим, что из этого выйдет. И пока я не начала еще ставить сюда, вот сюда, книжки, я вам покажу, что у меня тут стоит. Это оригиналы работ. Слева работа Катя. Это моя хорошая подруга. Справа оригинал Стрэнджа Холмса. Это картинка Лены Книтковой из Рестори. И работа на Дисовые видеоткрыточки. Ну, это же не оригинал, конечно. И это еще не все. У меня есть очень заваленный сейчас стол, потому что я свалила на него все, что можно. Здесь стоит пропаковая доска с картинками, которые рисовали для меня в основном. Ну, то есть не только для меня. Там есть парочка персонажей моих друзей, парочка работ моих друзей, открытка Катина, карты, работа Андр, которую я очень люблю, мои чуваки, еще одна карта, еще мои чуваки, оригинал пейзажа, который Катя рисовала, шурф и вон там заган. Вот. В общем, это очень... Досочка про чуваков, с которыми все хорошо. А сзади у меня видно стопки книжек и мой гардероб, который там висит. У меня нет полотеного шкафа, точнее, у меня есть полотеной шкаф, который помещается в два моих пальто и всякая верхняя одежда. А то, что я ношу, кот пришел каждый день, оно висит у меня на вешалках. И сейчас я буду вешать, ставить. Господи, кот всегда приходит, когда я освобождаю какие-то полочки. Полочки это клево, по полочкам можно лазить, на полочках можно прыгать. Сейчас он будет ходить по дивану, потому что там же все поставлено, все довалено, и нужно тоже через это попрыгать. Вот. Я буду расставлять книги, я не знаю, есть ли смысл оставлять камеру на это время, потому что... Потому что я буду делать это довольно долго, поэтому камеру я выключу и покажу вам уже готовый результат. В общем-то, я разделила книжки по полочкам, как я хотела их расставить. Еще все не совсем так, как должно быть, потому что где-то что-то не помещалось. Наверху будут стоять книги, которые я не горю желанием дочитывать. Или мне хочется их полистать, понять, что там происходит, но как-то... Мех. В общем, не сильно хочется. Книги, которые я уже начала, я еще не дочитала. Вон там лежит Макдональдс, я в процессе, и здесь немножко лежит Нонфика. И здесь тоже будет лежать Нонфик. Здесь будет стоять художка, которую я хочу прочитать. Ром Фан переедет чуть ниже. Здесь будет стоять еще художка, которую я хочу прочитать. И внизу лежат учебники и книги по матчасти, не мои. Это все, что было в библиотеке. И внизу потрепанные книжки и странная книга про культуру юродивых, которую я утащила у Аси с канала Резома. И мой ноутбук. Вот. Сейчас будем это все красиво расставлять. Вуаля. Вот мы здесь. Верхний ряд. Это весь Ром Фант, который здесь был. Я пытаюсь поймать фокус. Короче, да, там лежит весь Ром Фант. Там стоит фантастика. Там стоит что-то, что меня немножко пугало. Там стоит Макабр, которого я начала. И лежат книги большие по формату. Их очень сложно. Сзади висят мои джинсы и свитеры. Здесь стоят приоритетные книжки. Там вон видно Дабо. И видно мое отражение в зеркале. Так. Видно тайную историю. Синицкая, Макдональд, Делин, Тасаяну, Демина. Короче, все, что я тут целую зиму ходила, вокруг этого и ныло, что хочу почитать. И в уголочке стоит нонфик, который мне давно хочется почитать. И стоит красивая книжка, которую мне подарила подруга на Новый год. Как-нибудь я ее вам полистаю. Здесь лежат камушки. И здесь тоже стоит друза. Вот. И стоят книжки маленького формата. Хоба, мы ниже. Де Костел. Я прочитала первую книгу. Она огненная просто. Мне понравилась. И сзади тоже стоят какие-то книжки. Тоже слева фикшн. Потом немножко в перемешку фикшн-нонфикшн. И дальше нонфикшн. Последняя книжка Мар про мое пустое сердце. И лаванду в баночке. Учебники и не мои книжки. И в самом низу потрепанные книжки, тетрадки. Красивый набор пофотографировать. Мой ноутбук. Здесь теперь стоят свечи. И я почти разобрала рабочий стол. Как-нибудь я сниму видос про свой рабочий стол. На самом деле я просто поставила его поближе к окну, чтобы делать всякие клевые фотографии. Вот это вот все. А, и чувак, который мне подарил Ocean Fiction. Вообще это подсвечник. Он потрясный. И да. Я решила, что это будет вот так. Ну, в общем, всем здрасте. Мы закончили. Я переставила шкаф. Я переставила уже пару дней назад свой письменный стол, чтобы можно было снимать фотографии, потому что там лучше свет. Я разобрала его. Это все очень мне нравится. Про воронью лапу, которая там лежит. Я гоняла в марте на Альхон посмотреть Байкал замерзший. И я была в древних Ужир. Там был шаманский магазин. И я думала, что себе привезти такого прикольного оттуда. И в итоге я увидела этот брелок, слабый ворн, и подумала, что, о боже, это то, что мне нужно. И целый день ходила и страдала, что, типа, не я убила это животное, поэтому я не имею права себе, ну, стаскать на себе что-то, какую-то его часть. Но в итоге дала себе по голове и сказала, что ты приехала сюда, черт знает откуда. У тебя был шестичасовой перелет, ты ехала шесть часов на маршрутке через тайгу, чтобы добраться до деревни, где супер-мега-киберпанк, туалет у тебя на улице, на Wi-Fi у тебя есть. Вот. И я решила, что я заслужила это. Так что теперь у меня есть брелок с вороньей лапой. Очень интересные чувства. Спасибо большое, что посмотрели. Не люблю впускать людей в свой дом, не люблю снимать об этом, не люблю рассказывать о личке, но как-нибудь попробую снять у вас большие книжные полки, они в той комнате, там просто половина комнаты, это книги. Это очень тяжело, потому что вокруг тебя всегда много пыли. Сейчас у меня еще очень много кота, кот везде, кот на мне, кот на диване, кот на столе, кот на подоконнике, кот на полу, потому что он линяет. И я сейчас просто понимаю, что то, что я два дня назад мыла полы здесь, это уже ничего не значит, мне нужно вымыть их снова, потому что кот линяет. Вот. Такая ерунда. Спасибо, что посмотрели, и увидимся с вами в каких-нибудь следующих видео. Очень странно будет все это монтировать.